а посмотрите на это чудо помните красавица спортсменка что там еще было умный умница студентка так теперь мы студентку поздравляем елена александр савинич с красным дипломом я поздравляю от всей души немножко на душе пасмурно потому что неизвестно какое у нее будет будущее вы знаете сейчас мы с вами посмотрим так смотрите это женщина умница умудрилась приехать в учринск и будучи студенткой а ведь это профессора вот сам ваулин сам ваулин вот представляете сан юрьевич вот он этот самый доктор наук вот на момент когда мы с ним общались он был исполняющим обязательства директора института вот этих я не знаю но понимаете вот это вот извините я разговаривался вот это прошлое наше они наверное у них есть заслуги кто бы спорил а вот это вот среднее поколение назовем они получили дипломы второе образование как она называется а может уже третье вот теперь казалось бы хорошо что это и хотя бы ваулин карьеру сделал про старик ничего не скажу вот а меня волнует судьба ирины саны знаете почему сейчас скажу значит ей предложили должность что там за организация которая будет клонированием заниматься и продажей саженцев я сказал если бы она согласилась она согласилась не потому что я против не потому что у меня есть свое мнение так совпало вот она я сказал что если бы она пошла туда работать я бы ее руки не подал на этом бы дружба кончилась почему потому что я опять же ей и и вам и сейчас я вас прошу среди вас есть люди такие грамотные такие въедливые найдите мне ведь уже куча лабораторий выращивают эти саженцы их продают есть это так легко найти их в интернете да огромные площади хоть бы один плодосящий хоть бы один хоть бы один увидеть живьем вот эти овечки доли вы знаете это отдельная тема для разговора то есть почки к я беру я всегда поражался ведь так как нам преподнеси извините дальше будет много практических вопросов но у меня поймите я хочу чтобы вы меня поняли я вижу как из почки вырастают корни и крона из по это самое из почки понимаете а это это все знают а когда из клетки это все вырастает из клетки вот она да а ведь это же полностью опровергает дарвина вот она божественная клетка с ядром с протоплазмой вы поймите это она дает сразу готовое дерево это не могло быть с помощью эволюции постепенно это могло быть клетка клетки 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 получился организм понимаете а чтобы из каждой клетки вот вот это чудо это значит что не миллион лет не миллиард лет даже назад организовала жизнь триллионы лет вообще это просто нужно даже не понятие почувствовать вот оно божественное происхождение из клетки понимаете вот это вот вы чему людей учите начиная с детей с этих самых ну а теперь скажите господа среди вас наверняка несколько человек занимается этим это еще ладно вот это вот да это я называю извращение овечки долей будущего у меня нет сто процентов и никогда не будет понимаете это ладно но когда генномодифицированным материалами занимается хоть один из них они уже старые ну видите сами седовался хоть один из них своих внуков детей накормит этим гамон хоть один как хвастали что колорадский жук сжирает ботву у этого самого картофеля да а нам ничего окажется жук вздыхает а мы нет но жук то если вот столько а мы так тоннами килограммами жир то вы понимаете чего это вы свои вот я к вам обращаюсь академии наук вы своих внуков накормите когда-нибудь этим гамон а вы знаете как получается мы сейчас его жрем это гамон но мы этого не знаем хоть один из вас этикетка разглядывал вспоминайте хоть один из это нет никогда а теперь представим себе вот такими буквами на любой этой самой упаковки с него зачем вот этих самых привыкся уже вот такими буквами вот такими вот и чтобы это было закон г м о и будут стоять они все тысячу завезут упаковок неважно с чем там и вся эта тыща будет стоять ни один не возьмет и вы не возьмете господа академики вот а теперь давайте так и так поздравил елена александровну и раньше поздравлял с этим дипломом так вот спасибо она не будет заниматься этой грубо говоря а теперь смотрите сюда вот это вот фотография напоминалочка если залезал сюда вот качестве еще будет ну совета будет море смотрите все я хочу вам показать вот давайте смотреть вот сюда так вот здесь у меня есть фото савинич на эти какие здесь фото я выбрал не из садоводства имени мичурина ну если смотреть ботанический сад чем чем в нем только нет правильно центр садоводства вот конкретный профессор есть а я выбрал как они зря называют центр садоводства вот он и вот смотрите я вначале вам показываю фотографию которая надела коротко пробегаемся почему я и сказал мы оплачиваем частично поездку но зато в этом мне нужна полная информация что там делается вот хочу и все и вам хочу показать поехали вот уникальные люди вот видите центр садоводства вот уникальные люди это займет несколько минут но сейчас самое интересное вот давайте смотреть ну я нажималась посмотрел не не впечатлился если только она абсолютно сладкая но вообще чувствую что это вчерашний день так я маленько в живомости разбираюсь не впечатлился нет у меня крупнее если это если это так 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 мне это называется черный принц похоже нет ладно все проехали я боюсь навро да вот и а потом надо мной кто-то смеяться будет куда ты лезешь какой-то этот самый судья если ты ошибаешься вот скорее всего это меня тоже не впечатлило и это не впечатлило и это не впечатлило так не впечатлило даже вот это не впечатлило даже это даже это ну ладно кушать можно но это никакого прорыва я не вижу я не вижу так я пытался понять что это похоже на яблони и похоже на те самые карлики которые терпеть ненавижу так что меня это тоже не впечатлило хотя ну судя по размаху скорее всего ксанцы продают иначе не выживет ни один центр вот ну ладно так это тоже не впечатлило это 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 тут уже что-то похоже на черешню но тогда в чем интересно то что ну вот уже плоды отошли вот это печатлило я не сама там я покажу мужчина я вот просил назвать его это самая примирается потому что абрикосы мне впечатлили вот я поздравляю вас того знаком с тем человеком который мы сейчас с вами увидим вот они абрикосы вот абрикосы так абрикосы вот вот этот чек на чем не смутило когда вы с вами разговаривали про него или нет рассказали все время секатором все время в середине лета режет мне вот это неприятно мне резанула мой слух а вот вы видите но может это научная работа поэтому вот хотелось узнать человек я не собираюсь и знакомиться вот приятно что все-таки есть люди которые это уже все-таки не украина не крым вот это тамбовская область абрикос тамбовской области пока еще не такая пока еще диковина вот они часто это скоро закончится эти картинки вот яблоки меня не впечатлили сейчас еще мне интересно через не видеть ну вот сама но для промышленного сада это годится вы знаете друзья если это мое мнение я не имею права морды тыкать указывает но если вы занимаетесь селекции высаживайте семена на них прививайте чтобы было папа и мама папа и мама хотя бы у подвоя потом прививка все зарастает меньше по ним лазили муравей и для кто угодно вот селекция это старте вы деревья в покое него а вот это вот ну если только вырастут и станут это яблоками торговать ну извините это носит сельский институт яблоками торговать сама по вот эта технология для селекции не годится дайте оставьте в покое дайте им побороться за свою жизнь вот так я скажу уже вот эти вот режут глаза все что тут перекопано в чертовой матери ну вот черешню до залезли уже до тамбовской области я считал что там их вообще единицы а здесь вот видите это наверняка птицы съели наверняка мне это знакомо да вот вот она черешня ой ну красота ну красота может быть какой-то степени дюк вишни черешня гибрид но судя по листьям все таки скорее чистая черешня так груши яблочки груши 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 надеюсь сладкие знаете сколько присылали с европейской части невкусная чтобы топор брать приходилось им всегда это поражало еще немножко и еще немного потерпите а почему терпим мы должны все это знать тут у меня все смотрит это элита ну каждый ваш своем регионе будете это вам кстати гордонин кардаворов откуда у вас такое мнение у той что вы потрясли это наверняка телевидение показал вас да и вот оказываю в своем районе только первые плоды три плодика но те которые впервые в вашем области первые три плодика которых никогда не было и быть его и сразу телевидение зависти вот так должно быть через не конечно но опять говорю не не селекция это и только собирать на продажу ну так это не все таки институт но не селекция это заращивайте травой пусть борется за жизнь ведь же надо на север двигать в конце конца вы знаете вот еще раз скажу это все в институте ладно даже можно с натяжкой сказать промышленный сад может даже ведрами собирайте этого не знаю но понимаете что сейчас промышленных садов в россии череши нет и быть не может если кто-то рискнет останется с голым задом так это касается и абрикосов промышленного сада нет будет раз в пять лет плодоносить а у датчика будет из пяти лет два-три года плодоносить а повезет так четыре вы все должны сейчас все это работает пока вроде бы не в холсту вроде по-моему видели какой там сидит толпа в президиуме да в этом расширенном как заседании вот забудьте про эти самые про промышленные сады это касается черешни абрикосов так первую очередь это значит что ну персики само собой это значит что вы должны работать для дачника у нас двадцать три миллиона счета официально дачных этих а еще лпх сколько тоже миллион лично пособных хозяйств вот для этого надо никаких промышленных садов нет значит ни хрена не должно быть никакой это никакой селекции вот и вот зарастили это мой совет вам академика но и знаю чё говорю сибири живу зарастили оставили в покое никаких штампов когда зарастили знаете почему здесь все перекопано сказать потому чтобы под подлезть можно было под самый штамп видите тут практически нет это ничего практически черный пар везде а что должно быть зарастили прокосили косилка прошла вот выбрали никаких этих самых кто-то считается культурный сад значит изувеченный весь штамп искусственный вот так нет почвы все зародованы это почве их кормит вы представляете что там какие-то черту черви я вам покажу как черви под под землей живут академиком надо показывать тупик еще один тупик извините я вашу фотографию использую по прямому назначению абрикосы грузам приятно ну вот и езжен оказывается я уже думал никого вообще нет как сычев ушел тогда с аршавшатской станции сейчас уже никого не осталось ну пожалуйста для меня открытия конечно средненькие но это как производство жигулей когда кругом на мастер-десах ездят но неплохо неплохо вот я уже с высока говорит знаете о пожалуйста то у меня глаза радуются можем если захотим но избавиться еще как помните вы говорили на самом режет режет посреди лета избавиться от этого самого излишеств так назовем да это то же самое как красавица все брови выщипает и потом нарисует его никогда вот это девушки я вас никогда не пойму это с удовольствием вот я не понимаю для чего посреди лета режут да я не понимаю зачем вы выщипаете брови до последнего потом краской краски черные волосы но извините только не обижайтесь я искренне пытаюсь это сам понять ну еще немножко и конец ну так в общем то ну это вот так 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 лучше промолчу так 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 а это знаешь что такое сказать это по моему же мой сад посмотрите я помню сегодня вам по телефону сказал посмотрите этот юбинар я вас покажу все красиво ну давайте сравнивать пошли мои фотографии вы знаете в этой же самой папке а нет это случайно сейчас мы сюда залезем мальчику вот отсюда уносим ну понятно итак три месяца учебы руководитель жесткий вот учил всерьез теперь стране мы имеем одну из нескольких учеников у меня мало вот таких такого уровня дипломом полтора чека ну два с половиной ладно это значит матвеева она мне она сегодня мне прислала отчет так сапала вот значит савельничьи половина ученого это сервиза которого на первый курс не взяли бесплатно вот хотят с диплом могли бы взять на 3 4 учитывая его это знание что он был там в этом же институте лекции читать вот порода наш такая я в школе лекции читал я железо в школе эти самые уроки вел не легче уроки проводил мне учителя доверяли кличка профессор и вот с сих пор у меня такая манера я должен стать учителем будущих гений вы представляете с такой школы чего можно добиться а здесь вот смена поколений второе поколение рюмсом савельич третье поколение мой внук тимофей надеюсь что когда-то я ей помогу она поможет тимошке ну может так сложиться кто знает так ну и сама учеба молчего я не жалел это мы с черешней работаем вот это редкий чек который знает что можно с помощью черешни вот она улучшить сортовое качество вишни да как улучшить вишня становится съедобным гостями многие из тех академиков это умеет нет почему они не виноваты и эту самую когда-то они молодости или их предшественники отменили мичурина и понятия насыщения менторов больше не существует я это не буду комментировать просто показывал это это я возил ее по гостям я свой самый авторитет на садоводы пожалуйста это мой сад это мой сад это мой сад это я учил что перележат пусть их живут но мы только в этом виде можно вынимать косточку на посадку для дальнейшей а вот это вот смотрите два маленьких три крупных по двое и приводит подвое стали меньше и приводит приводит так меньше по двое стали крупнее эффективный гибриджаз никто не обижается у вас бы устроили такие результаты это особый случай поговорим отдельно выведены санны биополе 3 метра я лично вымерял вот если ее еще натаскать на это специальная технология моя как поднимать биополе то она поднимается можно поднять его до пяти шести метров это уже целительство выдело что это наверное единственный выпускник вуза который рамками умеет владеть такова жестокая действительность это все моего сада это учеба что такое перед перед их это все дуре этот помните два три года два три два три раза в году поливаете но обильно вот какой-то дурак придумал все в девятнадцатом веке и с тех пор повторять даже не задумываясь они думают накачал под воду воды там кубок пять десять и дереву хватит на все это на месяц а потом снова вот этот дурь так смертельная дурь она же десятка книг поверьте мне колновидки тоже еще один тупик сколько проклянуть мне из-за этих колновидок из-за того что у меня есть абрикосы меня это москва отказалась признавать по абрикосам сказали что этого не может быть никогда и разбираться не стали а а по колновидкам я написал злую статью журнал газета крупнейшая ваша 600 взяла публиковал а я их похоронил колновидки с тех пор меня это устал этим персоной награда так бывает несусь я со своим мнением но тогда ладно ну вот пожалуйста посмотрели вы а теперь сравнили результаты вот они результаты мичуринский и здесь вот ничего не хочу я никого и ничего не хочу я унизить я хочу сказать что елена санна должна стать связующим звеном вот почему или это типа проектора по научной работе в крупнейшем учебном заведении чтобы сразу сотни тысячи новая программа чтобы сразу сотни тысяч студентов научили делать тому чему я всего это учил и вот ради интереса я когда с ней работал то есть как работая работа она рядом и работа она это что-то помогает вот я и взялся и 10 человек я рассекретил только для нее вот этого садовода как который мы зовем пианист больше если он согласился принять это вот это очаровательную даму который я привез ему туда было 83 вот у него 2 у него не саженцы выросли огромные урожайные половина от меня половина от под на так а еще нет нет абрикосы от меня от филиппева а через сборная и вот ну место золотой руки золотые и вот он взялся это я специально акцент делал и один одну вишню привел сам а так как у него вот этих моих или там бодровских мощных стамбовых вишни не было он привел на степную на кустарник и вот приезжаем мы он нас водит по саду да я тут привел подходим и сам глазам не поверил я привел в гости угостить показать какие у нас уникальные людей вот и вдруг я говорю вот когда он не показал нет я заранее это уже знал когда я привез я уже знал я говорю пойдем покажу и вот я он угощает выражение большой дерево и так как привито огромные ну потенциально мощная черешня привита на кустарник вот она еще плодоносит сколько я жить год два-три я горел санна одно из направлений запоминай это значит вот тут вот у нее к растут вот так вот вот так вот растут у него пол сотни или сотня ну расползлась это же как этот подвой вишня степная и она уже вот это понимаете если веточку отсюда взять и на эту же степную рядом привить это будет следующий поколение надежнее прочнее а потом уже взять с той которую привела со второй на третий дальше помните мое это насыщение ментора по железу насыщение ментора по мечу и все несколько поколений это всего несколько лет и невысокая ну не карликовая но невысокая черешня удобная потому что вы знаете он жаловался я жаловался вспоминайте большую часть черешни съедают птицы вот вы представляете вот одно из вот этого я учил а еще я познакомил ее Айену Санну познакомил с моим другом который я называю лучший садовод-любитель мне нельзя назвать садоводом-любителем потому что я деньги на этом зарабатываю а он нет он весь мой сад себе перетащил в виде черенков вот это 300 грамм а были еще и 500 а почему я его показываю вспоминайте фотографии Мачулинска и вспоминайте были там такие и вот что интересно я еще раз говорю я гражданин россии я хочу чтобы когда-то меня услышали не только через неделю будет 500 просмотров я хочу чтобы меня услышала наука я был под московье все изувечено технология не годится агротехнику надо отменять полностью я нашел несколько деревьев нормально плодносящих кстати черешню и эту самую и еще к алычу урожай все это фотографии когда-то вам показывал вот а вот это мне мараховская прислала из москвы назвала гигант подмосковье это 300 граммов а на деле были 500 граммов но мы их раньше съели 500 вы поверите и вот чтобы при таком самые сладкие были что тогда получается а тимиразерка знает про них а то что мы сейчас фотографию смотрели с этого самовской области мичуринск знает о них а мне пришла мараховская с москвы с дачного сада и назвала их гигант подмосковье когда мы получили двое в один год мы получили урожай одновременно он меня сенок взял я не жадный вот мы вырастили получили огромные плоды я беру гигант а все до 6 гигант а он оказался гигант а где они в научных садах а вы много таких а уже вся россия вот вспоминайте о фотографии почему показала те с этим самым потому что у груш самое слабое это корневая шейка засухи не боятся сезон корень наоборот боятся влаги страшно боятся самая слабая корневая шейка и штамп вот этот видео изувесины вот и можно если с этим не побороться а просто иметь ввиду если все вот вот они 80 сколько 6 вебинаров вот еще там 500 800 фирмы у меня 300 статей 3 книги если все это изучить 5 лет вот так хватит и тогда каждом дворе они россию ну ладно бы как бывало я я ел 600 яблоки шин получил 650 грамм а потом взял топор абсолютно не съедобно мать как обидно 650 грамм а здесь я так и они созреваются внутри уже растут растут на весы положили самая крупная 540 показал и что сладчайшая в сибири везде где можно создать условия я не знаю как приморье где постоянно дожди я не знаю как в этом самом допустим прибалтике где тоже может быть сгноят все остальное россия это ученые а у займитесь настоящим делом я представь себя я все время мечтаю мечтать не вредно меня на президент россии ладно тут же застрелят с моими этими проектами но хотя бы придет академии наук первая же команда все на устье советские институты каждый в своей области они везде а прошарить все сады дачные отдельную экспедицию как это самое прям приморье в эту самую на урал и к железному знаете о ком ли тебе отдельный экспедиция а так и по новой технологии они сразу пойдут в этот тираж вот так вот извините за это а а еще и так вы отказались заниматься микрокланированием спасибо вам за это вот подлесшая вещь кстати всех прошу найти мне хоть одно плодное сердце дерево больше это самое из этих пробирок раз и вот понимаете это потом заканчивая ценами речь целый час еще посвятить дальше пойдет учеба но я что хотел сказать у нас есть уникальное место да помните мы вместе мечтали о чем и так мичуринский вас оценили особенно вот на что мы надеялись мы надеялись вот на это что вы там по убиваете столько вот этими фотографиями и они захотят тоже самое они вас якобы мечтать не вредно все раз говорю до дуракам можно я себя имею ввиду я мечтал так вас там берут на работу зарплатишь канал ну кем там даже таких случаях научным сотрудникам или агроном не знаю кем вот потому что далек от этого вас взяли вам ставка ну естественно то ли действие что ли 15 дай бог 20 чем сомневаюсь скандал знаете туда курганская область не 8 лет воровала эти самые зарплаты за это два человека ну верхушка института вот эти самые воровал именно зарплату этих ученых вы представляете сколько они получали если сколько там было в миллионах украли за эти вот ну все же должно быть карманах у сотрудника рисуют вот это есть но это ладно это крайний случай то есть в любом случае рассчитывать на большую зарплату она не может взяли в штат далее оклад там 1015-20 и сказали вы хозяйничайте в себе это будет наш форпост знаете как сибирь покорялись тоже не сразу сотни лет покоряли и вот теперь уже можно вот имея вот это вот плюс земля 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 его на все эти отчеты а мы получаем эти ордена и медали потому что везде где будет в отчете и особенно публикация фамилия союнись следующая фамилия будет там ну и он непосредственно начальника ректора проректора и директора как назвать вот так оно должно быть хоть это не совсем правильно но хотя бы так и тогда я сказал есть уникальное место уникальнейшее и главное что у вас сразу пойдет делать так что у вас не будет вообще практически неудачи 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 участок сошникова то это два наверно еще прошлом году продавала администрация стоит сколько миллион два три вот и не потянул никто на тот момент потом заглохла все должны знать чем скорее всего он заброшен этого и тиранетки берите несение здесь никогда не бывают сорокнадцатых породов максимум 38 39 до 40 ладно но уже ниже никогда не было я тоже на сосников на том свете участок заброшен вот но он был казен он сейчас если он цел все что нужно чтобы нашелся спонсор просто дал вам эти два три миллиона вот это будущее всей россии потому что но вы видели сергей а железо вот я на него рассчитывал я в него душу вложил видели магазин строит а теперь на вас надеюсь что я рассчитываю или это или чтобы конечно была надежда что вас воспримут там в этом самом тот когда вы вот это показать но не получилось не эти два вот среднее звено вот и уже ваулин замолчал он у меня покупал косики большом коричке я с науки в общей сложности двадцать тысяч собрал казенных денег я еще ваулина говорил извините за это такие подробности и деньги казенные или ваши он говорит казенные тогда по полной стоимости вот так было вот но больше никого это не вызывает интереса и вот эти два-три миллиона сколько он стоит я забыл вот так бывает взял и забыл а на тот момент я знал и в результате результате если он все свободные сегодня вы купили это уникальнейшее место это будущий центр садовольства все и сибири и урала и дальнего стопка а потом и всей россии потому что все что сергей тиражирует сейчас вот посадил растет спорка упадает посадил растет первый момент все засадить все а потом по железу пусть выживает лучше для остальных найдется секатор пила топор вот это есть селекция ничего за умного насадить 10 сто раз больше чем надо пила секатор топор ну что еще надо то они вот эти вот бесконечное перепахивание глупости все это что-то я сегодня разошелся ребята